Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Дзеснат-ТВ. С вами в студии Алина Сазонтова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Плановое совещание у главы города. Российским военкоматам 100 лет. Сводка криминальной обстановки в городе. Молодые атомщики убрали побережье водохранилища. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что в этом сезоне заболеваемость ОРВИ и гриппом оказалась меньше, чем в предыдущие годы. Такое положение дел связывают с успехами вакцинации. Осенью 2017 года было привито более 40% смолян. В 2018 году число привитых жителей региона будет увеличено. Планируется закупить 390 тысяч доз вакцины против гриппа. 10 апреля глава города Андрей Шубин провёл плановое совещание с председателями комитетов и руководителями муниципальных предприятий и коммунальных служб. О том, какие вопросы рассматривали на совещании, мы расскажем в нашем сюжете. 9 апреля в Десногорске стартовал весенний месячник по очистке территории города. К работам приступили все коммунальные службы. Глава города Андрей Шубин обратился к предпринимателям с призывом принять участие в месячнике. Мы хотели бы нечего обратиться к владельцам торговых точек, независимо от консольства, для того, чтобы присоединились к этой работе и приняли от него участие в введении порядка уровня. 5 апреля в Смоленске прошла спартакиада учащихся по волейболу. Сборная команда нашего города под руководством тренера Анны Николиной стала призером. Третье место. Поздравляем. В школах города началась четвертая четверть. Проводился региональный этап всероссийского конкурса «Чтецов живая классика», на котором учащийся первой школы, чтобы уметь задавить сами второе место. Молодец, наше поздравление. И 13 апреля будет проводиться апробация устного собеседования в рамках АВ по русскому языку для выпускников 9 класса. Инфекционные заболевания на прошедшей неделе в Десногорске регистрировались на обычном уровне. 8 апреля 1918 года Совет народных комиссаров принял декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам. Комиссариатам было необходимо в кратчайшие сроки создать Красную армию, укомплектовать её солдатами и командирами, вооружить и обеспечить всем необходимым для ведения боевых действий. Десногорский военкомат создан 11 мая 1994 года. Первым военкомом был Виктор Васильевич Тарасов. Глава муниципального образования город Десногорск Андрей Шубин как кадровый военный офицер в отставке высоко ценит труд сотрудников военкома. 10 апреля он пригласил работников Десногорского военного комиссариата, чтобы в торжественной обстановке поздравить их с юбилеем и вручить награды. За достигнутые успехи в служебной деятельности, высокую трудовую дисциплину и в связи с празднованием столетия военного комиссариата глава наградил 5 сотрудников почётными грамотами, а 10 получили благодарственные письма. В завершении торжественного награждения военком Сергей Сибилёв вручил Андрею Николаевичу юбилейную медаль и поблагодарил его за внимание и взаимное плодотворное сотрудничество. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет сотрудник полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 122 сообщения о происшествиях, из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 77 административных правонарушений, в том числе 70 нарушений правил дорожного движения. Зараспитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, к ответственности привлечены 5 человек. Спортивные новости. В Смоленске на базе Академии физической культуры и спорта стартовал чемпионат России по фехтованию. Со всей страны съехались чемпионы Европы, мира, олимпийские чемпионы. Завоевание титула – не единственная цель спортсменов на чемпионате. У многих из них это один из последних шансов пробиться в сборную страны на предстоящие главные международные турниры. Чемпионат пройдет в Смоленске до воскресенья. С 6 по 8 апреля в Росховле прошел международный семинар по Хабкидо. 80 человек приняли в нем участие. Взрослые и более 50 юных спортсменов семинара успешно сдали экзамены по боевым искусствам. 15 инструкторам были присвоены мастерские степени. В семинаре приняли участие и десногорцы. Провел обучение президент Международной организации корейских боевых искусств УНКСИОПШИМ. 6 апреля организация молодых атомщиков Смоленской АЭС и молодежь Смоленского филиала Атомтехэнерго провели ежегодную экологическую акцию по уборке прибрежной полосы Десногорского водохранилища. На уборку территории в районе учебно-тренировочного комплекса «Скалодром», где обычно любят отдыхать десногорцы и гости нашего города, вышли 20 активистов. За 4 часа работы ребята собрали десятки мешков мусора. Ежегодно цехобеспечивающих систем обращаются к нам с просьбой. Во время сброса воды мы собираемся в нашей группе организации молодых атомщиков и убираем прибрежную полосу от стекла, мусора и различных забытых вещей нашими гостями. Хочу обратиться не только к десногорцам, но и к гостям нашего города, кто нас будет слышать, видеть. Пожалуйста, позаботьтесь не только о природе, но и о самих себе, потому что если все будут убирать мусор за собой, не будут бить стекло, не будут оставлять за собой бытовые предметы, есть контейнеры на скалодроме, все можно вывезти, тогда у нас будет не только чище берег, дно водохранилища, но и будет безопасно. Безопасность, конечно, отдыха это прежде всего. Молодые атомщики также примут участие в ежегодном общегородском экологическом субботнике.